Тенденция принимать себя в любом весе и любить свое отражение в зеркале, несмотря на навязанные стереотипы, поддерживается в разных сферах нашей жизни. Вслед за популярными в шоу-бизнесе балетами толстушек, коллекции Size Plus стали создавать фэшн-дизайнеры. Ну а в народ тренд Body Positive пришел благодаря конкурсам и проектам. Ольга Савичева к своему лишнему весу относится крайне позитивно, превращая проблему и в бизнес, и в творчество. Став сначала участницей, а потом руководителем шоу-балета для полных, она открыла магазин одежды больших размеров, а затем пришла идея и этого проекта. Таких женщин уже, наверное, половина, кто носит 48 плюс. Им же тоже надо что-то делать. То все марафоны для худых, все проекты для худых, канамку-то. Я в 17 лет танцевала в шоу толстушек, затем я его выкупила себе в собственность, занималась его развитием. И среди поклонниц творчества очень много женщин полных, которые пишут в комментариях, в личные сообщения, что вы такие классные, я бы тоже так хотела. И вот родилась такая идея сделать конкурс конкурс, в котором они не будут худеть и изменять себя, а подчеркивать то, что у них есть. Мне этот проект еще был интересен тем, что по своей сути я и по образованию я режиссер, я организатор, я сценарист. Мне интересны абсолютно все стадии. Мне интересна стадия подбора участниц, мне интересна стадия разработки вообще концепции и в последующем разработка сценариев с Михаилом вместе. Тем более, что когда Ольга мне рассказала, какая команда, и я понимаю, что это команда очень сильных людей, именно в плане творческом сильных людей, я поняла, что я хочу с этими людьми вместе быть в одной команде. Будет пятинедельная программа подготовки участниц, там всевозможные мастер-классы, в косметологии, визажу, фотопозирование, отработка подиумного шага, подиумного рисунка, актерское мастерство, вокальные и гала-шоу. Оно будет финальное, на котором мы выберем несколько победительниц. Ну и вообще номинаций будет много и предложений будут интересны тоже. Вообще суть проекта не только выявить лучшую девушку и распределить места и номинации, суть проекта поменять людей, внутренне поменять, чтобы для них вот эти недели, проведенные вместе с нами, в компании, с участницами вместе, чтобы это был яркий кусочек жизни, чтобы после окончания конкурса человеку чего-то не хватало, и он хотел вернуться к нам в проект. Если честно, вот я при каждом собеседовании спрашиваю, какие у вас причины, что вы ждете. Мне никто еще не сказал, я хочу выиграть деньги, там или я хочу. Все хотят просто перезагрузки, новых связей, новых эмоций и в самом уверенности. У нас на Урале народ очень скуп на эмоции. Это не зависит от возраста, от гендерной принадлежности, от размера. Вот просто скуп, потому что суров. Сказать, что девушки таких размеров чем-то отличаются, не могу. Могу сказать, что вот их жизненный путь, он настолько, из-за того, что они большого размера, он настолько разнообразен, что я бы сказала, они духом крепче. То есть вот они прям полярно. Они либо совсем улиточка, которая прячется в свой домик, и лучше я не буду никуда выходить. И таких людей надо раскрывать, потому что потенциал просто бешеный. Либо это люди, которые впереди паровоза, потому что они уже столько всего наелись, наслушались, и было столько разных жизненных ситуаций, что уже ничего не страшно. Осталось только пройтись по подиуму в нашем конкурсе и все. Пройтись по подиуму в нашем конкурсе и все.